Девушки отдыхают 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 воду. Эта вода дождевая, и озеро начинает наполняться. Весной это озеро будет полно воды. Это вторая глубинная зона этого пруда, и по цвету воды видно, что здесь есть известковые породы. Видите этот оттенок? Вот та самая труба, о которой я говорил в прошлом выпуске, которая будет основным источником воды для этого пруда. Эта труба теперь лежит под первым этажом террасированного вала и пока еще не подводит воду. Она еще не подключена к внешним площадям и не подходит к пруду. А вот аккуратно сложенные кучи плодородной почвы. Они отличаются по цвету у цуглинка, основного грунта здесь на этом участке. Земля из этих куч потом будет рассыпана по построенному террасированному валу. Здесь видна в черновую выполненная мелководная зона пруда. Здесь мы видим то место, где террасированный вал нисходит до уровня земли. Это сделано специально, чтобы было удобно заезжать на плоские поверхности террасированного вала, на мини-тракторе или чтобы заводить на эти поверхности культиватор. Если бы я сейчас поехал, тебе надо было срочно включить камеру. А я снимаю. Я надеялся, что ты поедешь. Можешь говорить. За моей спиной находится мелководная зона планируемого пруда. Эта территория отведена специально для водной растительности. Именно здесь будет произрастать основная масса растений, которые являются необходимым элементом любой устойчивой экосистемы. Обратите внимание, что основная часть пруда, берега основной части, выполнены достаточно круто. То есть они достаточно резко углубляются. И это означает, что там места для растений практически не будет, потому что водная растительность предпочитает малые глубины от нуля до полутора метров. Также мелководная зона – это прекрасное место для нереста.